Итак, продолжаем вещание с Харькова, из Харькова, с площади Свободы, где происходят очень драматические события, но последние новости таковы. Когда я вернулся сюда и попытался оценить обстановку, я тут же увидел, что из окна верхнего этажа вывесили российский флаг, триколор. И сейчас этого уже не слышно, но собравшиеся внизу люди встретили это криками восторга. Из чего я заключаю, что активисты смогли проникнуть внутрь. Вот здесь, мимо меня проходят милиционеры и им аплодируют. Из чего я делаю вывод, что эти милиционеры не были в числе тех, которые оббрасывали толпу с гранатами только что. Какую роль они сыграли в происходящем, мне непонятно, но это можно оценить по-всякому. Что происходит, можете сказать? Понятно. Что случилось? Они смогли занять здание? А куда делись те, кто закрывал дорогу? Ну, подошли сюда, наша милиция, тут пожар был. Харьковская милиция заняла поступок к зданию, я правильно понял? Но не перекрывает вход, я правильно понимаю? Не перекрывает. Ну, эти были там сначала, их там, эти, бандерлоговские, не знаю. Вы не против, если я вас покажу в камеру? Да не надо. Не надо? Не знаю, а то мало ли, вдруг арестуют завтра. Это онлайновая трансляция, 14 тысяч человек нас смотрит, уже 15. Ну, короче, здесь был пожар, с ними штурмовали. Это я видел, да. Я хочу понять, что после этого произошло, как получилось, что наши наверху? Ну, подошла сюда харьковская милиция и вход освободила, и наши пошли наверх. То есть они договорились с теми, которые закрывали вход? Видимо, договорились. Ну, у меня не остается других вообще вариантов, версий происходящего, кроме того, что харьковская милиция каким-то образом повлияла на Полтавскую, которая перекрывала доступ к верхним этажам здания. После чего этот доступ был открыт. Пожары погашены, дали проехать пожарным машинам, протащить пожарные рукава. И активисты заняли верхние этажи здания, чему подтверждением вот этот вот флаг, который вы видите развивающимся из верхнего этажа. Выходила вереница харьковских милиционеров, в котором аплодировали собравшиеся здесь люди. Судя по всему, какую-то роль харьковские милиционеры сыграли в том... Харьков! 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 В том, что противостояние завершилось таким вот образом. Судя по всему, активисты сумели проникнуть на верхний этаж здания без... Кровно. А те, кто его перегораживали, этот вход, ретировались куда-то. Куда они делись, мне непонятно. Возможно, они покинули здание с противоволожной стороны. Никто не знает, что произошло. Куда делись полтавские? И во дворе. Полтавские милиционеры, по слухам, находятся во дворе здания. И больше не препятствуют доступу к верхним этажам. То есть, резюмирую... Вы садите, попробуют уехать отсюда. Облгосадминистрация осталась в руках антимайдана. Через Сибирь придется уехать. В противостояние вооруженное с ними пытались вступить полтавские милиционеры. Если это действительно полтавские милиционеры, в любом случае, не харьковские. После чего, каким-то образом, ситуация разрешилась в пользу антимайдана опять. Те, кто перекрывал вход, отступили во двор здания. Подступы к зданию спереди заняла харьковская милиция. А активисты проникли на верхние этажи. Пожар полностью потушен, повторяю. И даже здание не закопчено. Насколько я могу оценить сейчас при свете, при плохом таком освещении. Возможно, его можно просто отмыть, не надо даже красить. Одна комната, как минимум, конечно, сгорела. И с этой стороны, вот, копоть есть. Агрессивно настроены люди. Вот тут мы видим куски... Как бы это показать? Нет, совсем не видно ничего. Куски брусчатки. Но это не брусчатка, а плитка. Откуда-то выломана плитка, разбита на куски. И заготовлено для атаки здания. Однако, это не потребовалось. Более того, коктейль Молотова, кроме тех случаев, которые я уже показал, больше не применялся. Все разрешилось более-менее полюбовно. По крайней мере, никого не убили точно, насколько я могу судить. Здесь мы видим и Харьковскую милицию опять, стоящую кордоном, но не перекрывающую вход в здание окончательно. Что произошло? Мне судить сложно. Перешла ли милиция на сторону Антимайдана, или это какой-то тактический такой маневр, это мы узнаем, наверное, только завтра. Однако, сейчас уже можно сказать наверняка, что доступ во все здание открыт. Однако, продукты, которые были накоплены там, где гардероб, к сожалению, пропали, по-видимому, безвозвратно, сгорели. Может, конечно, продукты где-то в другом месте были, не знаю. Ну вот. Ну, у меня нет других вариантов, кроме как объявить, что здание облгосадминистрации, вопреки всему, что мы слышали сегодня от Авакова и других представителей киевской власти, находится по-прежнему в руках Антимайдана. Вот мы видим людей, которые выглядывают со второго этажа. К сожалению, к сожалению, здание облгосадминистрации пострадало. На первом этаже как минимум одна комната сгорела дотла, и большая часть стекол первого этажа разбиты, и даже некоторые стекла второго, а может быть, даже и выше. Очевидно, здание потребует существенного ремонта, однако, повторю, ничего похожего на то, что происходило в Киеве, здесь не произошло. По-видимому, харьковчане не склонны уничтожать собственный город, и как только, как только ситуация стала разрешаться мирным путем, сразу же агрессивные действия со всех сторон прекратились. Вот такое скидавали на головы. Вот это, сейчас мы попробуем найти освещение. Не-не-не-не-не-не. Я попытаюсь найти такое место. Можно я вот туда пройду? Мне дали в руки фрагмент, фрагмент гранаты. Это что ж такое? Ее не видно ниоткуда. Фрагмент светошумовой гранаты. Вот вы видите, она у меня в руках. Я немножко поправлю, это светошумовая, ТРН-6, это марка слезоточивого газа. Эта граната со слезоточивым газом была. Вот это сбрасывали прямо в толпу. Прямо с верхних этажей. РН-6, как мне сказали. РН-6, да? Вот, можете обратить внимание. Я не буду снимать, нет. Так, сейчас я возьму трубку. Что-что? Хорошо, ладно. Все, давай. Сейчас тут еще какие-то объявления. Так, ну, родные и близкие зовут меня домой, потому что я нужен домом. Кроме того, у меня садится мой девайс. И интернет эффективный уже кончился. Остался только плохой. Кто-нибудь владеет информацией, что произошло и что теперь ожидается. Я просто веду онлайновую трансляцию. Нас смотрят люди. Они хотят понимать, что происходит в Харькове. Это, ну, как прямой эфир. Я засветиться не могу сейчас. Я не буду вас показывать. Просто я хочу понять, что происходит. Что только что объявляли, да. Ну, ну, внутри вроде бы. Щит потерялся у милиционера. У милиционера потерялся щит и просили вернуть щит, да? Потому что у него же это как? По громкой связи объявили, что у одного из милиционеров пропал щит и просят его вернуть. Как мы видим, конфликта с Харьковской милицией не произошло. Произошел конфликт с иногородней милицией, по-видимому. Ну, каких-то планов в дальнейшем я не могу новых каких-то озвучить, потому что никто ничего не знает. Людей, которые могли бы, владели бы информацией и готовы были бы ее предоставить, я не вижу. Одно только могу сказать, наверняка, никаких признаков того, что Антимайдан покинул здание ОГА, нету. Они по-прежнему остаются в здании. Точнее, они вернули себе контроль над зданием. И, по-видимому, будут продолжать ту же деятельность, то есть держаться. Повторю, что всех неравнодушных харьковчан просили поддержать протестующих в здании ОГА, активистов Антимайдана, прийти на площадь, если вы имеете возможность побыть здесь хотя бы несколько часов и потом отправиться обратно домой или поселиться здесь, если у вас есть такая возможность, свободное время, если вы можете взять на работе перерыв или отпуск, или что-нибудь в этом духе. Кроме того, по-прежнему Майдану требуется, Антимайдану, конечно же, требуются медикаменты, продукты, средства для оказания первой помощи медицинской, вода, чай, кофе, сигареты и какие-то средства, чтобы устроить импровизированное место для ночлега, то есть карематы, спальные мешки, палатки, все, чем можете поделиться. Как вы понимаете, это движение не финансируется ни олигархами, ни западными спецслужбами, ни восточными спецслужбами, поэтому, если мы не поможем Харьковскому Антимайдану, больше это некому сделать. Все, на этом я, по-видимому, вынужден прекратить трансляцию. Я надеюсь, что никаких драматических событий до утра, по меньшей мере, не произойдет. Ну, ты же в маске, чего тебе бояться? Ну, я показываю только тех, кто ходит с открытым лицом. Если вы без маски, наденьте маску. Вы же видите, сколько тут камер. Их тут тысячи. Как вы можете от них спросить? А что мне бояться? Вы не видели камеры, что ли? Даже когда штурм был, было тысячи. Я видел. Я никто. Да, я транслирую в интернет. Да. Как звать, Андрей? Андрей, Богик, да? А? Богик. Ну, да, можно так сказать. И что ты, ну, покажи мне. Что, что? Вот 11 тысяч человек, 17. 17 тысяч человек смотрят. Ну, покажи, что ты там снимал. Сейчас я не могу показать. Я не снимаю, я транслирую онлайн. Я транслирую онлайн. Я транслирую прямой транслирую. Это прямой эфир. Хотите передать привет родным? Хочу. В Россию. Могу показать? Пока, блядь, чтобы леса не видно. Хорошо, говорите. Ну, давай. У вас есть информация? Может, вы можете сказать, что происходит, каковы планы и что будет? Русскоязычных, понял, с Киева, понял, привозят сюда. С Киева, что ли? Нет, конечно. Паспорт показать. Кто-то тебя признает. Покажу. Паспорт, блин, я же оставил паспорт дома. Давай я тебе... Понял, ну, ну. Давай я тебе права покажу. Устроят тебе права? Вполне. Российская Федерация, нет? Да какая Российская Федерация? Украина, понял, ну. Не снимай, брат, ну, пожалуйста. Да я не снимаю. Вместо Донецка. Донецк, это я родился, а живу в Харькове. Вадим. Андрей. Слушай, сюда. Я передам привет, чтобы лица моего не было видно. Хорошо. Как это сделать? Просто я вот показываю туда, а вы говорите. Как там? Ну, как это сказать правильно? Пусть журналисты... Кому вы хотите передать привет? Жене едем. Ну, обратитесь к ним, да и все. Скажите привет вам. Я жив, здоров, со мной все в порядке. А где это будет? Это сейчас прямо слушают люди. И в интернете будет выложено на Юстрим. Юстрим, канал называется Харьков Антимайдан. Через пробел. Прямо сейчас могу сказать, да? Да, конечно. Вита, я тебя люблю. Со мной все в порядке. Целуй детей. И родственникам привет передай. Вы харьковчанин? Да. Отлично. Я харьковчанин, жил на Салтовке, возле восьмого хлебзавода. И я вас всех люблю, и я вас всех помнить буду. Все, Вита, если вы слышали, с вашим мужем все в порядке. Все здоровы. Надеюсь, что те, кто пострадал, пострадали не сильно, им оказали помощь. В любом случае, сейчас, насколько я вижу, активисты Антимайдана наводят порядок, убирают осколки стекла и всячески прибираются после того беспорядка, который тут происходил. Братак, мне должен был сказать, как ты сказал, красиво. Ну все, значит... Стоят люди в масках, понял? Ну, конечно. С квасками, с битами. Да, это все я уже показывал в ту раз, конечно. А что? Ну, есть и с касками, и с битами. Вон они в касках. А вот и с битами. Харьков, Антимайдан. Это Ustream, Харьков, Антимайдан. Ну, в общем, поиском в гугле поищите, и там... Нет, это него, это я знаю, что за интернет, это не гугл, нихуя. Я знаю, что это не гугл, но в гугле вам покажут, если будете искать. На Z начинается, правильно, Антимайдан? Нет, Харьков... Есть Крым, но есть Харьков. Нет, нет, не на Z. Это... А? На Z. Ну, то, что вы видели, было на Z, а это не... Ну, без другой. Да, все, ладно, меня уже зовут, я пошел. Не гибай, по-аналу. Алло, ведь. Алло. Да. Серьезно? Ты серьезно, да? Ну, все, это слава. Давай. Покатиться. Хорошо. Все, давай, Миша, пока. Тут сообщили, что я попал на Russia Today, а это уже мировая слава. Все. На этом заканчиваю трансляцию. Несмотря на то, что, наверное, тут еще будет продолжаться некоторое время. Люди остаются на площади, будут держаться. Не должно произойти ничего экстраординарного больше. По крайней мере, я искренне на это надеюсь. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, еще увидятся и услышатся. Пока.